МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Центральная Азия расположена на перепутье геополитики, а с недавних пор это еще и экономический перекресток Евразии. Ведущие глобальные игроки стараются закрепиться здесь, создавая различные платформы взаимодействия. Только за последние пять лет в регионе побывали многие мировые лидеры, предлагая свои варианты сотрудничества. Таким образом, конкуренция идей и проектов нарастает. И, конечно, возникают вопросы, что это? Новый раунд большой игры или новые уникальные возможности? Не случайно взгляды ведущих государств мира были прикованы к официальному визиту Нуршултана Назарбаева в Соединенные Штаты Америки. Уже сегодня его называют историческим и новым прорывом в отношениях Астаны и Вашингтона. Он подчеркивает роль нашей страны в качестве регионального лидера и фактора стабильности в Центральной Азии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Соединенные Штаты – это сплав демократических свобод, предприимчивость и стальная хватка супердержав. Все эти качества хорошо сочетаются и в новом президенте – Дональде Трампе. Но хотя лидер США и является продуктом своей страны и ярким воплощением американской мечты, отношения здесь к нему неоднозначны. Но, как заметил один из знакомых политологов в Вашингтоне, прежде чем критиковать Трампа, вначале заработайте миллиарды, обойдите конкурентов по партии и попробуйте стать президентом. Впрочем, вполне возможно, что критиков уже в ближайшее время станет гораздо меньше, потому что реальный экономический рост США невозможно не заметить. Дональд Трамп выполняет свои предвыборные обещания, создает рабочие места для американцев. Рыночный индекс Доу-Джонс вырос до исторического максимума, показав самый быстрый результат за все 120 лет своего существования. Таким образом, лидер Соединенных Штатов успешно реализует свой президентский лозунг «Америка прежде всего». Но при этом США хотят видеть процветающими и стабильными также и своих партнеров. Поэтому неудивительно, что именно Казахстан стал первым государством Центральной Азии, открывшим внешнеполитический сезон в Новом году. А президент нашей страны был первым среди лидеров региона, которого встречали в Белом доме. Глава нашего государства бывал здесь неоднократно. Но этот визит особый, поскольку имеет статус официального. Последний раз подобная встреча проходила 12 лет назад. А потому и церемония встречи имела особую торжественность. К ней тщательно готовился не только хозяин Белого дома, но и вся его администрация, включая роту почетного караула. Как правило, для приветствия самых важных гостей президенты США выходят на крыльцо главного входа резиденции. Так было и на этот раз. И согласно протоколу, после теплой встречи главы государств перешли в кабинет Рузвельта, где Нурсултан Назарбаев оставил запись в книге почетных гостей. Название этого кабинета появилось с легкой руки президента Ричарда Никсона в честь двух своих предшественников. В свое время США возглавляли два Рузвельта – Теодор и Франклин. Один из них принадлежал к лагерю республиканцев, другой – к демократам. И вот от того, чья партия находится у власти, зависит расположение их портретов на стене. Понятно, что на этот раз почетное место занимает республиканец Теодор. Уже первые наблюдения за встречи двух президентов показывали очень уважительное и теплое отношение Дональда Трампа к Нурсултану Назарбаеву. И приветственные слова. И церемонии рукопожатия говорили о том, что лидеры находятся на одной волне. Как позже отметили дипломаты, было потрясающее взаимопонимание и полная гармония. Нередко Дональд Трамп, встречаясь с коллегами, превращает рукопожатие в некую разновидность борьбы на руках, стараясь перетянуть собеседника на себя. А здесь мы видим иную картину. К слову, если бы Трамп и захотел это сделать, ему бы пришлось сильно потрудиться, поскольку наш президент, как известно, занимался борьбой. Но все было доброжелательно. Большое спасибо, господин президент, за приглашение. Во-первых, пользуясь случаем, я хочу вас поздравить с годовщиной вашего президентства и огромными успехами в экономике. Я первый президент нашего региона. И само то, что я здесь нахожусь, большая честь. И я их представляю сегодня. И для Казахстана всегда было важно политическая поддержка нашей независимости и целостности территории. И все 26 лет Казахстан является другом Америки. Я очень рад, что вы находитесь здесь. Вас все глубоко уважают. У нас замечательные взаимоотношения между нашими странами. Сейчас Казахстан находится в очень хорошей ситуации. Для нас большая честь принимать вас. То, что вы сделали для своей страны, действительно замечательно. Работалось комфортно всем. И президентам, и журналистам. Если обычно на такие встречи допускали только операторов, да и то ограниченным кругом, то в этот раз пишущая братья побывала в коридорах Белого дома. Репортеры могли увидеть изнутри кухню переговорного процесса. Причем в буквальном смысле этого слова. Возле овального кабинета, где и составила встреча президентов, суетились официанты с легкими закусками для официального обеда. Здесь надо понимать, что Белый дом по своей конструкции обычный особняк, правда, построенный 200 лет назад. Он не особо приспособлен для приема многочисленных делегаций. Это больше музей, нежели офис. Несмотря на многочисленные переделки, интерьер остается выдержанным в стиле XVIII-XIX веков и оставляет ощущение живого прикосновения к истории. К примеру, знаменитый президентский стол в овальном кабинете имеет удивительное происхождение. Он был изготовлен из древесины британского военно-морского корабля «Резолют», который затонул в Арктике в 1853 году. Это настоящее произведение искусства. В этом кабинете побывали многие мировые лидеры, но не каждый может сказать о том, что переговоры были результативными и, более того, настолько доверительными. В начале встречи обмениваются любезностями. Я поблагодарил за приглашение посетить Белый дом. Он меня поблагодарил за то, что я пришел туда. И пошли дальше. Потом внутри он представил всю свою делегацию. Потом мы пошли в овальный кабинет. Был разговор тет на тет. Один на один. Ни разу я такого не видел. Всегда присутствуют люди. Один на один президент с президентом не было. Вот он это сделал. Это особое отличие такое. Потом мы прошли комнату отдыха. Кое о чем говорили тоже отдельно. Президенты двух стран оказались близки по духу и прекрасно понимали друг друга. Да, это и неудивительно. Оба имеют огромный управленческий опыт, оба прагматики, предпочитают словам действия и ценят личное отношение, чему учат и опыт, и жизнь. Поэтому вполне объяснимо, что переговоры один на один длились гораздо дольше отведенного времени. Это даже вызвало беспокойство американского протокола. Мы же ничему не удивлялись, зная об уникальной способности нашего президента располагать к себе любого собеседника. В ходе доверительной беседы обсуждались многие темы. И одна из них касалась поправки Джексона Веника, которая была направлена против советской системы. СССР давно уже нет, а барьеры, препятствующие торговле, остались. Президент Трамп был несколько удивлен этой новостью, заметив, что был знаком с этими конгрессменами, но даже не подозревал, что этот закон до сих пор действует. И, конечно же, пообещал содействие. Здесь надо сказать, что глава Белого дома, обычно скупой на комплименты, более десятка раз благодарил Нурсултана Назарбаева и за визит, и за политику, проводимую нашей страной. Он даже заметил кому-то из своей команды, что наш президент понимает его лучше, чем многие его соратники. А ведь все знают, что Трамп — непростой переговорщик. Мой президент был очень впечатлен достижениями Казахстана за 26 лет независимости. Он глубоко изучил историю вашей страны за эти годы и высоко оценивает тот путь, который страна смогла пройти, пережив трудности на этапе становления. Страна стала самым процветающим государством Центральной Азии и одним из мировых лидеров. Учитывая кризис в 90-х годах, это большие достижения. Зная о том, где была ваша страна и наблюдая, где она сейчас, включая председательство Казахстана в Совете Безопасности ООН, это и впечатлило моего президента. Этот настрой, эти особые отношения, конечно же, вселяют оптимизм. Есть надежда, что все договоренности найдут свое воплощение, а их немало. Самое главное, что президенты вывели взаимодействие двух стран на совершенно новый уровень расширенного стратегического партнерства. Это заявление было анонсировано Белым домом и сейчас является практически дорожной картой, детализирующей наше сотрудничество. Как сказал один из знакомых дипломатов, это не документ, это песня. Поэтому мы сегодня принимаем соответствующие совместные заявления, политические заявления, которые даст старт новой эре взаимоотношений страны и Вашингтона. Действительно, Соединенные Штаты Америки первыми признали нашу независимость и с тех пор поддерживают политический Казахстан. Это стало основой и опорой для того, чтобы страна укрепилась, стала в уважаемом государством в мире. Я представляю Казахстан один из бывших когда-то советских республик и не очень на первом месте находящихся. И в то же время представляю Центральную Азию в составе пяти стран. Сейчас в Центральной Азии большой интерес больших государств. Наши соседи с одной стороны России, с другой стороны Китай, на юге Исламский мир. И здесь очень важно присутствие Соединенных Штатов в нашем формате 5 плюс 1. Я прошу президента продолжить это наше сотрудничество. В совместном заявлении, которое сделали президенты, изложены результаты детальной дискуссии. Но я скажу о том, что, может быть, было не столь очевидно в ходе публичных выступлений, но очевидно для меня. Могу сказать, что между двумя лидерами достигнуто прекрасное личное взаимопонимание. Общение лидеров показало, что есть хорошая химия между ними. Они обсуждали множество вопросов, в том числе темы, которые стратегически важны для обеих сторон. Оба лидера подчеркнули, что партнерство будет расширяться и укрепляться во всех направлениях. Одним из таких направлений является вопрос безопасности. Дональд Трамп в своей предвыборной программе пообещал, что Америка покончит с терроризмом, начнет побеждать так, как никогда прежде. Астана в этом контексте видится надежным союзником. Наша страна сегодня выступает в совершенно новом качестве. В роли непостоянного члена Совета безопасности ООН, а в период визита была даже его председателем. Конечно, особенно мы обсуждали горячие точки. Сильно его волнует Северная Корея. Я сказал, что проблему Северной Кореи можно решить сообща Соединенные Штаты, Россия и Китай. Другого решения нет. И он с этим согласился. Я считаю, что на этой точке надо поработать. Второе – это проблема Ирана. Его соглашение по прекращению Трампу не нравится. Это соглашение. Но я настаивал, что это было выстраданное соглашение, необходимое. И его отмена приведет к тому, что Иран снова начнет осуществлять свои программы, и мы будем иметь нечто, как Северная Корея. Я думаю, что в этом направлении работа будет проведена. И, конечно, Афганистан очень сильно волнует. И мы, наш регион, должен поддержать эту работу Соединенных Штатов, потому что это для нас очень важно. Наша стратегическое партнерство с Казахстаном продвигает политику США в Южной Азии. Причем делает это гораздо эффективнее, чем можно было ожидать. Обеспечивается чрезвычайно важная поддержка наших сил в Афганистане. Это сотрудничество стало еще более прочным, когда Казахстан стал председателем Совета Безопасности ООН. Ваша страна также является чрезвычайно ценным партнером в наших усилиях, направленных на дзенуклеаризацию корейского полуострова. Переговоры Казахстана и США это новый этап отношений, о чем говорит и реакция мировых СМИ. Washington Times отмечает региональное и глобальное лидерство Казахстана, включая его председательство в Совбезе ООН. Авторитетные издания цитируют экспертов, которые дают высокую оценку стратегии Казахстан-2050. Хавингтон-Пост подчеркивает возрастающую роль Центральной Азии и Казахстана. Центрально-Азиатский регион был, есть и будет оставаться зоной, имеющей огромное геополитическое значение для США. И лучшим партнером Америки в этом регионе является Казахстан. Тема визита звучала и в аналитических ток-шоуах. Вы знаете, вот 16-го числа в Вашингтоне был президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Я вообще считаю Назарбаева выдающимся политическим деятелем, одним из самых сильных, если не самым сильным на постсоветском пространстве президентом. И смотрите, они выходят с Трампом, я внимательно изучал, что же там, о чем договорились, какое потрясающее взаимопонимание, американские инвестиции в Казахстан, 50 миллиардов долларов. 50 миллиардов долларов американские инвестиции в Казахстан. В Казахстане, слушайте, какая экономика. Я вот был в Алма-Ате, я внимательно изучал это, я смотрел, как люди живут, как Назарбаев, мудрейший человек, восточный мудрец, который, кстати, в Украине учился, как Назарбаев, уверенной, твердой рукой по-отечески мудро ведет свой народ к процветанию. Я говорю сейчас с восхищением, я действительно им восхищаюсь. Ну и вот, смотрите, он нашел общий язык с американцем и с Трампом. Трамп восторженно о нем говорил. Многие СМИ назвали эту встречу конструктивной платформой для взаимодействия. А ведь еще 25 лет назад можно было по пальцам пересчитать американских журналистов, которые хотя бы географически представляли, где находится наша страна. Уже мало кто помнит, но история наших отношений начала складываться еще во времена Советского Союза. В июле 1990 года султан Назарбаев совершил свой первый визит в США еще в качестве президента Казахской ССР. Однако прорыв отношений произошел через два года, когда Казахстан был уже независимым государством. В мае 1992 года состоялся первый официальный визит и пошли первые иностранные инвестиции. В нашей стране работает 500 американских компаний. За это время было подписано более 70 различных договоренностей. Выстраиваются отношения и с новой администрацией США, и это очень важно, потому что именно здесь, в Белом доме, во многом формируется мировая повестка дня. И Казахстан, как признанный миротворец, может оказать максимальное содействие в налаживании отношений между Западом и Востоком. Сегодня диалог цивилизации нужен как никогда. Яркий пример Афганистан. Несмотря на все усилия, боевики Талибана захватывают все больше территорий. Усиленные боевые действия ведутся в 21 из 34 провинций этой страны. На севере укрепляется ИГИЛ, а это уже близко к нашей зоне ответственности. Вывод очевиден. Действовать нужно комплексно. Уничтожить саму основу, на которой базируется терроризм, как финансовую путем развития экономики, так и идеологическую, обеспечивая достойное образование для афганских детей. Казахстан занимается именно этим, продвигая формулу безопасность через развитие. Присутствие американских войск в Афганистане это дело не только Соединенных Штатов, но и всего мира. Противостоять новому очагу терроризма и это задача всех нас, соседей Афганистана. Казахстан Казахстан за эти годы оказал гуманитарную и техническую помощь на 75 миллионов долларов, плюс обучает тысячи молодых афганцев профессиям, которых у них не было, направив на это 50 миллионов долларов. Мы высоко ценим то, что делает Казахстан в области обучения гражданских специалистов Афганистана. Я благодарен президенту за то, что он пообещал дополнительную поддержку. США стремятся иметь сильных и процветающих партнеров, которые уважают своих соседей и контролируют свою собственную судьбу, являются ее хозяевами. Тренинги для афганских госслужащих, большое количество студентов, обучающихся в вашей стране. Это фактически будущее Афганистана. Афганцы с детства постигают военную науку. Теперь вопрос заключается в том, чтобы научить их хорошо работать, развивать свою экономику. Роль связующего моста, медиатора и миротворца – это не самоцель нашей страны, а гарантия успешного развития. Глобализация породила новые вызовы. Военные действия в одной части света эхом откликаются в другой. Все это мешает экономике. Поэтому вполне закономерно, что многих интересует вопрос российско-американских отношений. Напрямую этот разговор не происходил, обстановка не позволяет, сами знаете. Поэтому я не стал на это педалировать, но мы через Северную Корею перекинули мосты к Украине, что украинские проблемы тоже можно решать. Конечно, вот здесь как раз вопросы санкции. Мы говорили на эту тему, я не хочу распространяться, но есть моменты для меня работы между ними и для них работы. Я считаю, что в конце концов вопрос будет решаться. Если отношения России Америки сегодня на нуле, скатываются в холодной войне снова, никому от этого хороша не будет. Россия наш сосед, партнер и союзник, с которым у нас есть большие контакты торговли, ничего хорошего не будет, об этом тоже мы вели разговор. Президенты Казахстана и США сошлись во мнении по многим политическим вопросам. Не менее продуктивной была и экономическая часть переговоров. Здесь намечены по-настоящему широкие планы взаимодействия. По итогам визита подписано три межправительственных документа в области авиа- и железнодорожного транспорта, международной налоговой дисциплины, а также два десятка коммерческих соглашений. Экономикал в Альянсе кэльдемэр сандава без америка компания ларда елю миллиард долларов на арт к инвестиции запхуй да, все еле аргаре 5 зелю прилип в индус жунстейд и в каттасу у нен сантан без козыр в тю кэльдемэр келесты кузыр дэн из блесыдер Американский бизнес сейчас является одним из наиболее крупных инвесторов Казахстана и мы согласны с тем что взаимная торговля должна быть справедливой и я хочу подчеркнуть обоюдовыгодной речь идет о целом ряде секторов промышленности включая гражданские самолеты железные дороги медицинское обслуживание технологии и энергетику мы стремимся к тому чтобы выполнить общую для нас задачу для того чтобы у наших граждан было больше возможностей в обеих странах эксперты сходятся во мнении что между президентами много общего Дональд Трамп и Нурсултан Назарбаев обладают качествами хороших менеджеров делают все для развития экономики своих стран создают новые рабочие места этому будут способствовать и достигнутые договоренности в частности намечается сотрудничество с корпорацией по зарубежным частным инвестициям США это правительственное агентство за годы деятельности профинансировало проекты за рубежом на общую сумму около 170 миллиардов долларов на очереди наша страна мы успешно разместили около полутора миллиардов долларов США в вашу экономику за недавние годы и меморандум который мы сегодня подпишем он как раз обязывает нас еще полмиллиарда инвестировать в экономику мы вас не подведем отдельный блок вопросов энергетическая сфера с которой собственно и начиналось сотрудничество Казахстана и США с одной только разницей если раньше акцент делался на добыче сырья то сегодня на его переработке об этом шел разговор с министром энергетики Рикомпери которого наш президент назвал самым главным министром для Казахстана состоялись также встречи с вице-президентом Соединенных Штатов Майклом Пенсом и уже традиционно с представителями крупного американского бизнеса встреча с президентом поощряет торговлю а также дружбу между Соединенными Штатами и Казахстаном состоявшийся диалог позволяет нам говорить о возможностях другого уровня Казахстан страна с уникальным географическим положением с открытой рыночной средой которую создал президент Назарабаев его видение и программа 2050 превращает страну в центр Евразии она становится краеугольным камнем между Россией Китаем и Европой компания как General Electric в этом контексте стратегический хаб для инвестирования уже собрано более 300 локомотивов есть проекты с витринными турбинами начата работа над цифровыми проектами Самрук Казана идет развитие цифровой инфраструктуры для железной дороги и для нефтегазового секта вообще интерес к Казахстану со стороны деловых кругов США отмечается немало это результат системной работы которую Нуршултан Назарбаев проводит на протяжении многих лет каждый свой визит в США глава государства ведет переговоры с представителями крупнейших компаний и по сути под личной гарантией привлекает новейшие технологии если вспомнить 2015 год такая встреча прошла в Нью-Йорке с руководителями и акционерами 40 ведущих мировых корпораций с общим капиталом порядка 10 триллионов долларов не менее значимой была встреча в Вашингтоне одна из наиболее влиятельных в мире лоббистских организаций я говорю о торговой палате США пригласила на встречу с президентом свыше 50 представителей крупнейших компаний штатов и более 250 бизнесменов это был без привлечения деловой аншлаг я прибыл по приглашению президента Дональда Трампа с официальным визитом за эти годы нашей независимости это 25 лет я посещаю в Америку 11 раз в том числе 7 раз с официальным визитом начиная президента старшего Буша со всеми я работал и был в близких отношениях надеюсь продолжим эту традицию для нас большая честь что вы решили посетить палату для встречи с ведущими бизнес деятелями нашей страны Казахстан находится в центре чрезвычайно важного региона в мире региона больших возможностей для американского бизнеса часть компаний уже работает на переднем крае но потенциал не используется до конца Казахстан намного более важен его экономика расширяется и деятельность между нашими двумя странами тоже расширяется с капитанами американского бизнеса достигнуты конкретные договоренности в сфере внедрения инноваций развития цифровизации в области привлечения инвестиций и новых технологий отношением будет способствовать и открытие прямого авиационного сообщения между Казахстаном и США которое запланировано на 2021 год Акштың дүниежіндегі ең ал великені бәрімізге белгілі бәрлі жағынан ол солай болытты береткен жақын арада Акштың орнына келегалатын мемлекет жоқ дүниеді ғылыми техникалық дамып кележатқан елменің қарым-қатынас жасау біз үшін өте қажет Қазақстан үшінші даму Қазақстанның индустриялық бағыламасы инфраструктулық бағыламасы кешеге айтып өткен жолдау дағы аңгамілдердің бәрліғым тасау үшін қазір біз төрінші технологияқ революция келіп сандық технологияқ шығамыз деп отымыз ол мемлекеттің соған 500 миллион доларға біздің самұрық қазды келісімге қолғойды Голдман Сакс Оппен Геймер деген компаниялар өнді сөмесіні біріккен инвестиялық жолғалар жасау үшін 3 миллиард доларға қолғойылды айтайық дженерал электрик 1 миллиард доларға қолғойылды жаңық теміл жолдағы жұмыс тетінің теплоғыздар электроғыздар NASDAQ біздің орталыққа келді қаржы орталықына келді бұл ең жоғарғы технологиялық компания опционалады біржеді жұмыс тетін Microsoft қаржы техникалық блокчейн жағынан кезесетін болдық Amazon IBM компаниясы цифровизация жағынан кәкіріп проскотер хаус коммерция жағынан осындай технологиялық компания қаржы 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 Американские экспертные круги высоко оценили открывающиеся перспективы и даже те интеграционные проекты которые ранее вызывали предубеждение ныне воспринимаются с интересом как видно удалось по крайней мере в среде бизнеса преодолеть опасения по отношению к евразийскому экономическому союзу и китайской инициативе один пояс один путь как представители компании шеврон могу сказать что мы были первыми кто пришел в казахстан и мы рады видеть большой прогресс в вашей стране и иметь возможность двигаться дальше я думаю что тема развития энергетики вызывает обоюдный интерес мы также отметили что в казахстане успешно диверсифицируется экономика приветствуем создание оригинального финансового центра развития индустрии информационных технологий президент казахстана создает возможности для сотрудничества между нашими странами и это служит на благо и сша и казахстану шеврон начинал работать совершенно иной атмосфере инвесторы не были уверены в перспективах сотрудничества сегодня другая ситуация многие компании заинтересовались политикой вашей страны уникальным географическим расположением возможностями которые открывают евразийский союз на пересечении с программой один пояс один путь визит нурсултана назарбаева чрезвычайно важен для сша этот факт к слову в своем твиттере отметили господин трамп об этом говорят бизнесмены здесь в торговой палате я представляю консалтинговую компанию мы внедряем европейский американский бизнес в казахстане и другие постсоветские страны мы находим казахстан важной страной которая находится в центре азии я знаю что отцом евразийского экономического союза является нурсултан назарбаев я думаю что этот интеграционный проект превратится в единое пространство от владивостока до лиссабона очень важно считаю программу китая один пояс один путь это перспективный проект который изменит торговые отношения в регионе в долгосрочной перспективе по моему мнению США должны более тесно сотрудничать с Китаем эта инициатива яркая блестящая звезда будущего и я уверен что с годами мы придем к более полному осознанию этого факта позиция позиция Казахстана однозначно развиваться эффективно можно только общими усилиями этому будут способствовать гибкие и открытые интеграционные структуры именно так мы можем реализовать в полной мере свои возможности и свой потенциал В Центральной Азии проживает не так много людей как в других регионах планеты поэтому если вы являетесь иностранным инвестором неважно с востока запада с севера или юга то конечно предпочтете возможность инвестировать в целом в регион одни компании строить в Казахстане другие в Узбекистане или Таджикистане в зависимости от требований таким образом будущее казахстанской экономики тесно связано именно с региональной интеграцией чем меньше будет препятствий для работы над региональной основе тем больше возможностей для внешних инвестиций Казахстан это понимает как никто другой именно поэтому президент нашей страны неустанно выступает за создание общих точек экономического роста между евразийским экономическим союзом экономическим поясом великого шелкового пути а также продвигает прямой диалог с европейским союзом в регионе в прошлом была сильная экономическая база здесь печатали деньги и по сути управляли мировой валютой по этой территории проходил не просто шелковый путь нейтральная транспортная зона это было нечто большее мой вопрос таков будут ли казахстан и центральная азия играть активную роль в управлении этим путем ответом на этот вопрос служат инициативы президента по созданию транспортных сетей нового поколения инвестиционной и коммуникационной инфраструктуры в частности проект один пояс один путь поддержит международный финансовый центр астана который станет региональным хабом для всего евразийского региона казахстан является членом евразийского экономического союза как вам известно с населением 180 миллионов человек где отсутствуют между собой таможенные барьеры то есть продукцию казахстана можно вывозить на все это пространство мы запустили мультимедальный евразийский транспортный коридор через казахстан теперь проходят пять железнодорожных шесть автомобильных международных маршрутов в том числе от побережья тихого океана через китай казахстан в европу контейнеры возы ежегодно увеличивают объемы в два раза мы надеемся что мы к двадцатому году будут таких два миллиона казахстан будет на этом зарабатывать пять миллиардов долларов в год эти артерии связывают Тихий океан Китай другие страны Азии Европы через Россию Каспийское Черное море а также Иран Персидский залив Турцию Визит в США показал главное мы выстраиваем сотрудничество на основе взаимоуважения и взаимной выгоды это ощущалось во всем в отношениях лидеров в оценках экспертов и бизнеса подписанных документов и всему этому есть одно простое объяснение в мире уважают стабильных и предсказуемых партнеров но все же многое зависит и от лидеров способных наладить дело Абсолютно не похож на все другие президенты я встречаюсь начиная со старшего Буша Клинтон младший Буш Обама пятый президент он абсолютно не похож в ведении переговоров бизнесмен человек конкретный пустых слов не любит это тоже мне нравится и сходно мы друг друга понимали и все это пошло нормально полное было взаимопонимание и работали нормально комфортно никаких проблем не было наоборот договорились о прямой связи по всем вопросам которые обсуждали договорились о том что сигнал американским компаниям будет дан работать в Казахстане к слову реформы проводимые в наших странах имеют некоторое сходство это тоже способствует взаимопониманию и в заключение я не могу не поздравить вас огромными успехами вашей страны в области экономики мы все это видим вы провели поразительную реформу налоговую я это поддерживаю потому что я это сделал лет пять назад и потому что я сделал что-то подобное в моем стране пять лет назад я полностью поддерживаю что вы делаете здесь поздравляю вас с рождением девятого внука господин праздник и по-моему congratulations на родину вашего девятого ребенка хочу вам сказать в прошлом году у меня родился десятый я немного перед вас потому что в прошлом году я 10 ребенка в моей как видно общение проходило не только на официальной теме султан назарбаев зная об увлечении дональда трампа гольфом пригласил его опробовать казахстанские поля вот здесь нам соревноваться не стоит во-первых у него есть везде гольф-поля вот в Англии сейчас по дороге я был в Шотландии у него есть гольф-поля и здесь у него есть гольф-поля каждую субботу и воскресенье играет погода позволяет а нам где сейчас играть все равно я пригласил он удивился что гольф есть у нас гольф-поле есть несколько клубов есть приедете сыграем договорились что сыграем подводя итоги переговоров все были едины в оценке того что состоялся успешный визит который можно по праву назвать переломным и даже историческим о его результативности скажут конкретные дела а эффект мы почувствуем уже в ближайшее время и будем оценивать еще многие годы казахстан и сша запустили процесс расширенного стратегического партнерства что еще больше сблизит наши страны к слову и провожал Дональд Трамп нашего президента уже как доброго знакомого после того как Нурсултан Назарбаев сел в автомобиль глава Белого дома все еще стоял у входа а когда тронулся кортеж пожелал удачи впереди нас ждал Нью-Йорк по-руссу и по-руссу Субтитры создавал DimaTorzok